ну что дорогие друзья раскопал очень интересный канал на просторах youtube а сразу оформил подписку на канал вы просто посмотрите ребята и это только маленькая часть того что есть на этом канале дневник моряка пацан воплощают задуманное в жизнь сценарий пишется по ходу пьесы от звонка из компании собеседование поездки в офис и посадки на судно жизнь на борту и самый счастливый момент списание с парохода ребята ссылка в описании заходим и подписываемся на канал не пожалеете ссылка в описании тысяч рублей в случае с храмом на крови удалось заработать даже еще и на сострадание пользователей рунета 50 тысяч рублей столько уже собрали в интернете на случай если дело дойдет до суда хотя такую популярность действительно легко можно монетизировать ну что ребята всем здорова всем привет есть небольшое продолжение по поводу беса соколовского псевдо блогера то есть человека который нарушает покой и спокойствие мирных граждан да находясь в церкви ловя покемонов и теперь сейчас многие каналы подхватили эту идею считают его поступок конечно аморальным варианта два то есть первое это скорее всего будет штраф либо будет может быть даже уголовное дело а как следствие может быть даже условный срок сами знаете да ребят был бы человек а статья найдется сейчас вам дам послушать один момент из записи соколовского и потом мы это дальше все с вами обсудим и прокомментируем что это вовсе даже не нарушение ловить покемонов в краме и для этого мне естественно нужен долг для того чтобы все таки добиться правды на прошлой неделе явился в дегтябургский храм на крови и записал на камеру как он ловит там покемонов мол хотел проверить что ему за это будет правда ли грозит штраф в полмиллиона рублей или до трех лет тюрьмы ну и неудивительно соколовский ведь не просто бегал по церкви стилю не совсем понятно откуда они взяли что я бегал это пиздеж номер один я не бегал это всего лишь ускоренная перемотка это видно вообще-то говоря потому как там все двигается никакого бегать но вот смысл ребят делать то за что потом приходится оправдываться бегал ты ходил быстро ходил монтаж ты не монтаж это обращение к соколовскому вот я уже как-то говорил ранее да потому что я с тобой вот как бы лично общался да то есть я знаю что ты за человек я знаю твое нутро я понял кто ты общаясь тобой я думаю что вот эта ситуация которая сейчас происходит абсолютно ничему тебя не научит я думаю ты и дальше будешь делать ошибки по своей жизни будешь за них рассчитываться только рассчитываться ты будешь да не своим кошельком а кошельком своих подписчиков да объявляет донаты на якобы там помощь там или еще что такое будешь собирать там какие-то тысячи да неизвестно на что и куда они потом пойдут потому что веры тебе абсолютно нет никакой я что хочу сказать этим видео да я наверное подведу сразу черту такую да я я не одобряю я не поддерживаю то что делает соколовский я я крайне возмущен то что происходит может быть я немножко из старого поколения может быть я немножко по уже может быть других каких-то взглядов и устоев да но то что делает соколовский и потом за это оправдывается меня крайне не устраивает раз ты такой мачо раз ты такой крутой зачем ты оправдываешься да зачем ты сейчас хочешь подать в суд на издание там россия 24 зачем люди показали то что показали и ты сейчас вот записывая там уже несколько видео оправдываешься то что это было так или было иначе смысл какой это обычный монтаж я спокойненько мирно прошел по храму и ничего не сорвало что подтверждает непосредственно сам вот этот евгений владыка храма на крае фоном а еще и не цензурно ругался и не стеснялся полный пиздец как можно настолько примирительно пиздеть на миллионную аудиторию это россия 24 федеральный канал сейчас уже соколовский вот в этом видео который посмотрел уже там около 200 тысяч человек уже заявил о том то что ты матом оскорбляешь многих людей которые будут смотреть и меня в том числе которые будут смотреть это видео тем что пиздец потому что я не ругался в храме я ни одного правильного слова не произнес это лесная фраза которая была добавлена а ёк твою мать прозвать еще какая была сделана в монтаже типа нормальный в адрес православных то есть на лицо оскорбление чувств верующих вот только сам блогер теперь утверждает что стал жертвой цензуры но именно за перстал как покемонов ему и достается но это будет разбираться следствие твой это голос был не твой но раз ты такой еще раз говорю крутой смысл тебе тогда оправдываться все ты записал видео люди его разбирают следствие покажет как говорится да еще вот ребята я бы хотел провести такую тонкую маленькую линию между давидовичем да да не удивляйтесь эриком давидовичем и соколовский вот посмотрите на пример давидовича да который боролся с коррупцией да много сделал хорошего полезного я был на многих встречах я знаком с ним лично да и где сейчас эрик где ребята я еще раз говорю обращаюсь к соколовскому ты будешь там же и самое интересное скорее всего может быть даже по другой причине не по этой статье вообще с этим не связано потому что так себя вести дорогой мой юный друг нельзя просто нельзя это аморально и тебе это говорят все с федеральных каналов там с печатных изданий с многие блогеры записали на эту тему свои видео где сказали соколовский очнись одумайся так делать нельзя это не гоже мы живем в россии понимаете в россии россии много конфессиональная страна да есть мусульмане есть православные и разные люди есть но трогать людей как бы верующих до приходить в храм там со своим как говорится хороводом там да но не гоже это и так по поводу давидовича у давидовича по моему три с половиной миллиона подписчиков и где все эти люди где вот эта вот армия поддержки его и все остальное я был на многих судебных заседаниях с давидовичем я там видел от силы там 30 50 100 человек и тот же соколовский он наверное надеется на своих подписчиков что в трудную минуту они его поддерживают ребята они вас могут поддержать только в комментариях никто не пойдет ни за соколовского не за давидовича никуда рвать там майки там флаги там да и доказывать то что ты наш герой там мы за тебя там и все остальное все это мифы ребята я вот обращаюсь не только к соколовскому а к другим блогерам перед тем как что-либо сделать вы хорошо подумайте потому что вот эти подписчики до которые у вас там якобы есть там да это все как бы как вам объяснить это масса которая просто смотрит вас что вы делаете она может хлопать в ладоши там не знаю там стучать ногами там или еще что-то довольно но никто за вас вписываться не будет максимум что вам сделают это скинут донат но это тоже тема отдельная я хочу сказать что соколовский здесь конечно в данном случае конкретно лукавит в чем заключается вранье и наглежь соколовского то что он ловит хаят на всей этой теме да собирает донат с подписчиков то есть он сам лично ни за что как бы отвечать не будет в каком плане да то есть рублем отвечать не будет будут отвечать рублем его подписчики вот в чем дело то есть те люди которые его смотрят будут за него рассчитываться за его деяния вот что я вам хотел сказать еще немаловажный момент только уже собрали они просто пытаются сделать из меня такого что мажора зажравшегося которые отбирают ваши деньги и журует на этих бабках они даже из этого ролика выбрали контекстную фразу хотя она была вообще не об этом эти 50 тысяч рублей эти деньги которые мы соберем в пятницу в воскресенье когда будет стрим они нужны только для того чтобы заплатить за адвоката который докажет что оскорблений верующих здесь не было и что я значит ребят по поводу адвоката мой комментарий но я считаю я считаю что адвокат у соколовского не думаю что будет дорогой там за 50 тысяч рублей в среднем я как человек который все это дело знаю проходил и могу ответственно заявить один поход в суд хорошего адвоката стоит 5 тысяч рублей то есть одно заседание да составление иска максимум счет там 35 10 тысяч рублей в зависимости от уровня адвоката то есть те деньги которые вы донатите соколовскому пойдут банально ему в карман то есть здесь никакого никаких дорогостоящих каких-то адвокатов в данном случае соколовским я не вижу потому что это ну по большому счету профанация да которая направлена на одно словить хайп с этого со всего я записываю это видео наверное у меня сейчас просмотры маленькие я и не надеюсь на то что там какие-то будут у меня там подписчики или какие-то просмотры после этого видео я лишь возмущаю возмущен и высказываю свою такую точку зрения и точка зрения моя она поддерживается я думаю что многими людьми не только в россии но вообще в целом нашем обществе да потому что так делать нельзя соколовский одумайся хотя мне кажется что ты уже настолько заигрался вот эту виртуальность да где ты не видишь вот этой грани между тем какая ответственность может быть за твои поступки и тем то что все все можно и все дозволено в интернете вот мне кажется твоя основная проблема поэтому подводя итог этому видео я могу сказать что соколовского скорее всего ждет та же самая участь то что и с эриком давидовичем к сожалению мы а может и к счастью потеряем еще одного блогера ближайшее время и вот сравнение с пусси райт которая проходила проводила вот какое-то время назад да было и соколовский проводил эту аналогию с пусси райт я думаю что это не пусси райт опять же вспомните где пусси райт после того поступка где они их вообще не видно не слышно они не стали неизвестными незнаменитыми просто все считают что они здравствуй дерево да и точно так же про соколовского в семье не без урода по поводу суда на то что он будет подавать на вести 24 я думаю что это маловероятно я думаю что ну опять же вести 24 россия 24 это все государственные каналы то есть по сути дела он опять тянет лямку на государство на наше общество на нас вот поэтому я здесь его тоже не поддерживаю и по поводу доната конечно завершение еще хотел сказать что ребята когда вы будете донатить просто вы думаете на что вы отдаете деньги вот и все все ребята с вами был сергей симонов соколовский одумайся помни что ты делаешь что-то неправильно ведь пройдет время и ты задумаешься что ты сделал ошибку в своей жизни подумай что я тебе сказал чё пока